А давайте познакомимся с золотой рыбкой. Хотя, простите, золотую рыбку вы знаете давно. Помните Тимир-Зенгейский рыбхоз? Оттуда карп, карась, судак, щука, перец, лещ и чебак. Да он и был здесь. Перекресток напротив основного гранта. С конца августа до мороза. И здесь вы покупали живую рыбу. Ааа, затем мороз, то есть все замерзло. Но тем не менее, можно купить постоянную живую рыбу. И сейчас та же живая рыба есть здесь. И очень много замороженной рыбы для вас. То есть тогда была бочка с живыми карасями и карпами. А также другими представителями водной фауны Южного Урала. А теперь есть здесь изо всех океанов. Вот она прикольная штука, да? Только я начинаю работать и уже народ идиот. То есть два варианта. Вы можете мне позвонить, я буду просто приходить к вам. А мы еще и сына притащем. Потому что когда мы вместе, то народ вдвойне еще прется. То есть сегодня мы не говорим о количестве людей, которые... Хотя, почему нет? Когда я делаю материалы, я прекрасно понимаю, что рано или поздно в павильон золотую рыбку люди придут в большем количестве. По одной простой причине. По одной простой причине, про которую я хочу вам довести. Я хочу, чтобы вы жили долго. Так же, как наши деды и бабушки. Когда я был с аппликаторами, я видел, что они сидят. Режутся в домино, естественно. Было красиво, естественно. Почему мы сейчас не сидим? Потому что мы решили подумать о том, как бы нам бабусики заработать. Хотя раньше такого не было. Раньше человек пришел на работу, получает квартиру. Да, он мог себе и сад купить. Никаких проблем не существовало. Я, в принципе, тоже вам сейчас и объясняю, что, в принципе, вы можете себе дом построить. Да и квартиру. Ну, я не знаю, квартира как бы, ну, может быть, а может быть и нет. Ну, да ладно. То есть, вы сейчас воткнулись. Вам сейчас надо деньгов заработать. Я задаю один единственный вопрос. Когда вы пришли на этот свет, как вы пришли? Так же, как вы и уйдете. Абсолютно голосом. Ну, единственное, что на вас шутка наденут. И больше ничего. То есть, мы должны наши с вами заработанные деньги тратить на питание, грамотное питание. К слову о том, почему я о повелении «Золотая рыбка» сегодня рассказываю вам все эти сведения. По одной простой причине. У нас в городе очень большие проблемы. Нам не хватает йода. Можно, конечно, взять йод с соляной раствором. Соль обыкновенная, с ядированной растворами типа бытия. Но гораздо проще питаться правильно. Как это делают люди грамотные? Грамотные люди едят рыбу. При этом рыба в основе своей, она таких денег не стоит. Я вам сейчас просто покажу. Да, у нас есть рыба, которую мы ловим из озер. Ну, из рек в том числе. Но грамотнее для нас было бы покушать все-таки морскую рыбку. А у нас здесь есть. Почему вы сюда пришли, скажите? Потому что очень хороший магазин. Свежая рыба. Свежая рыба, да? Разная рыба? Разная. Разная хорошая, выкладка хорошая, рыбка свежая. И находится очень близко. Очень даже можно, даже нужно. Ах, какая хорошая темка-то. Для тех, кто ничего делать не умеет. То есть, ну, не получается у человека ничего закрутить. Не получается посолить. Вот. Вот это все, что должно быть. Вот посмотрите ценники. Нормальные, абсолютно грамотные ценники. Чтобы вы понимаете, где это дело находится. Центральная городская ермака. Торговые ряды. На другой стороне ермак. Вот здесь находится повелён номер 8. Царская рыбка. То есть, даже если вы что-то хотите к себе домой прикупить, то, ну, допустим, самый простой вариант. Картошечку дома пожарить, поварить. И с такой замечательной рыбкой прихватиться. Чего тут сложного-то? Когда эти комбинаты заехали сюда, в принципе, и купили сразу же домой. Быстренько-быстренько приготовили. Аромат, да и вкуснейший. К слову о том, что все, что здесь есть, все, что здесь есть, при некотором количестве времени, вашего времени, вы все это можете сделать сами. Ну, то есть, понять, да? Покупаете нормальную рыбу, морской окунь, и спокойненько его коптите. Понимаете, да? То есть, есть такая штука, везде коптильник стоит. Так вот. Ну, это если вы хотите делать. И получаете замечательный, грамотный результат. Ну, наверное, и хорошо, когда есть рыжка в сверху, да? Всегда хорошо. Она еще недорого здесь стоит, правильно? Ну, да. О, о, о! Понимаете, у нас есть место такое интересное. Куда вы не зайдете? Потому что они заканчивают свою производственную деятельность в 5 часов. И все. И все. Больше вы там ничего не купите. А люди же наши немножко по-другому ездят. То есть, будем говорить, что в 5 часов вечера, да? Да и вообще, как правило, люди у нас на работе сидят. Понимаете, да? Я не буду говорить про то самое место. Вы поймете сами. Вот. А вот теперь все то, что есть там, есть здесь. А то. А то. Селедочка. Тихоокеанская. Селедочка. Алютеровская. Оно чуть меньше. Там чуть больше. Окунь морской. Триска. 270 грамм. О, 270 рублей стоит. Горбушечка. Тунец. Терпук. Ну, я даже не знаю, сколько здесь. Вот, кстати. Типа тунец. В принципе, то же самое. Но не тот здоровый тунец, понимаете, который вам показывают. Чуть меньше, но из той же породы. Теперь вопрос, как все это делало яйца? А я расскажу, как все это делается. Как все это делалось? Да делать все легко. Я то же самое делаю дома. Просто у нас, у каждого первого встречного есть интернет. Логично? Есть у нас интернет. А то. В интернете спрашиваете, правильно, да, как это все готовится? И делаете. Причем делаете все изумительнейшим образом. Почему нет? Чем хороша здесь рыба? Она не оттаянная. Или вы думаете, что семга не оттаянная к вам идет? Нет, не идет. Как и вся океанская рыба. Она малость оттаянная во льду. А после, ну, после типа протухания, ее режут. И вы получаете стейки. Они в цене выше. После, затем, совсем их солят, и ценники возрастают. Здесь нет такого. Вы покупаете продукт замороженный. Потом грамотная разморозка дома, и у вас вся благодать всех океанов есть на столе. К слову о том, что наши сейнера ходят не только в нашем море. Нормально? А как вы хотите. Итак, чем наша страна хороша? Ну, чем она хороша? Давайте определимся с морями и океанами. Сколько у нас морей? Я не помню говорить, что такой северный ледовитый океан, сколько там морей. Вы представляете, да? Я не запомню просто. Но и к Тихому океану у нас есть выход, и к Балтийскому морю у нас есть выход, и к Черному морю у нас есть выход, и к Каспийскому морю у нас есть выход, а еще там различные другие штучки, трючки. Представляете, да? То есть, мы не будем говорить, что у нас Россия без рыбы. К сожалению, Магнитогорск, он без рыбы. Но вы же хотите жить долго? Так вот, самый простой способ, это, естественно, средиземноморская диета. В средиземноморской диете в большом количестве есть рыба. Эта же рыба есть и здесь, в павильоне Золотая рыбка. Восьмой павильон торговые ряды Центральной городской ярмарки Ермак. Напротив, выйдете и поймете. То бишь, Камбала, Кутасур. Это, к слову, о том, что вы не говорили, что она каких-то бешеных денег стоит. Ну, Камбала 128 рублей. Ну, и без головы 165. Я так понимаю, что по цене и по мясу те же самые дела происходят. Теперь Минтай. Можете такой Минтай сделать? Можете Минтая большого взять? Ну, если у вас все нормально и время есть порезать, естественно. Можете просто целиком взять обыкновенный Минтай. Вы не говорите, что у нас все плохо. Нет, господа, у нас все неплохо. Единственное, что нам надо понимать, что территория в 12 тысяч километров, это территория всей России, а мы-то живем примерно посередине, но не совсем посередине. Как до нас сюда дело добраться? К сожалению, никак. Поэтому у нас есть свежемороженая рыба, которая продается здесь в любом количестве. А чтобы вы поняли, да, естественно, все это будет существовать и летом. Просто сейчас первое марта. Температура у нас сегодня такая прикольная 27 градусов. Поэтому все еще пока не закрываем. Но как только будет теплее, все это дело упаковывается и везде здесь есть холодильники. Естественно, то есть и летом рыба продается здесь. Царская рыбка. Куда я пришел? Я пришел к подразделению под названием семга. О, такая семга есть. Вот. Я не совсем понимаю, но к сожалению, то, что не в России, стоит космические деньги. Но поверьте мне, у нас замечательная семга, так же, как и горбуша, так же, как и лосось. Есть где? А-а-а, вы забыли, да? У нас есть океанское побережье Дальний Восток. Кстати, не кисленькое такое побережье. Если посмотреть внимательно, если у вас есть глобус или карта, посмотрите внимательно, сколько там, какое оно. То есть, ну там, если по периметру, то тысяч четыре с половиной километров будет, да? И все это заходит в Дальневосточный речки, где оно все это делает и выкидывает мальков. Понимаете? Проходите, проходите, вот с этой стороны, проходите. Видите, как хорошо, да? Когда мы здесь, народ идет. Вот. Точно за четыре с половиной тысячи километров наверняка можно все это делать. Еда и есть здесь. То есть, конечно, оно хорошо, форель такая красивая. Сейчас объясню, каким образом эта форель красивая делается. вы не знаете, что в Норвегии существуют такие садки, где-то форель выращивается. Да? А вы думаете, что форель, чистая форель, она должна быть красного цвета? Ну, во-первых, красный цвет это кормежка. То есть, вы должны понять, да, какую форель за какие суммы вы покупаете. То есть, если это красный цвет, то, естественно, ее кормили, чтобы она была красным цветом. А вы можете и нашу форель брать. Такого же качества. Замечательную форель. К слову о том, что здесь можно другие штуки брать. Вот Макрус. Очень хорошая рыба. Она мне нравится потому, что цена дешевая. 110 рублей. Зато я знаю, как ее готовить. Если вы хотите узнать, как готовить, обращайтесь. Я обращаюсь в интернет. Спрашиваю, как. Мне показывают. Давайте все-таки определимся. И цель сия мне нравится. Вам нужен нормальный и грамотный товар по оптовой цене. Мало того, эта рыба безупречна. Ее не кормят, она просто растет, питаясь, как ей надо. То есть, здесь нет стероидов и антибиотиков. Нет, не все. Самое забавное, что если мы выкинем из наших вод нехороших перцев, то уж поверьте мне, прокормить 130 миллионов человек, да это легко. А есть лучшую рыбу-магнитки вы можете здесь, в павильоне «Золотая рыбка». Да в общем-то понять надо, да? Я в детстве занимался рыбалкой. Да я бы и сейчас бы занялся рыбалкой. Мало того, у меня сейчас очень хорошие способности, спиннингов всяких, много разных. У меня даже палаточка есть. В прошлом году мы попытались на Урале кто-то поймать. Мой сын поймал чебочка одного небольшого. Не получается как-то. С другой стороны, хотелось бы этим заняться, но уж прекрасно понимаете, вы же тоже должны понять, что я работаю по сути для вас. То есть, я вам показываю дешевые цены. Вот они, дешевые цены. К слову о том, как вот эти штуки вы можете засолить. Я вам показывал засоленый вариант. Если что-то не получаете, берете, аккуратненько столите, получаете удовольствие. А вот эту штуку можно еще и закопить. Причем она будет очень вкусной. Я так понимаю, что, ну, по сути событий, что морской окус, то обыкновенный окус будет таким же вкусным. Поверьте мне. Теперь вопрос простой. Как сюда добраться? Ну, я вам неоднократно объяснял цель. Остановка трамвая всего одна. Всего одна остановка трамвая от юности. В принципе, можно за 10 минут совершенно не торопясь спуститься. А от Ленина также не торопясь ходу 2 минуты. И вот вам средиземноморская диета, коей вы можете воспользоваться в магнитке. Так вот, мы будем жить долго, долго-долго. Потому что мы будем есть правильно. Мы будем есть в том числе средиземноморскую диету. В средиземноморской диете, естественно, есть рыбка. Всякое-всякое разное. Вот все, что здесь есть, здесь вы можете купить. Тут единственное возникает вопрос. Почему не все есть сразу? Ну, потому что, как вы прекрасно понимаете, с рыбой тоже необходимо правильный подход. Когда ее можно вылавливать, когда она станет большой и крупной. Поэтому, ну, не всегда здесь есть все. Да, здесь есть все. Придете, посмотрите, всегда вы что-то можете новое купить. Но в связи с тем, что я в детстве очень сильно любил икорку разную, у меня бабушка хорошую долг занимала. У меня черная икра была в большой банке дома стояла. сегодня и сейчас по сути событий икра есть у разной рыбы. Поверьте мне, ну, она может быть маленькая, может быть разная. То есть, вот смотрите, есть замечательная икра метая, стоит абсолютно недорого. Здесь икра балкуса, тоже самое, красивая, сделана, супер. То есть, давайте кушать икорку в том числе. Потому что, где эту икорку можно купить? Здесь. В павильоне золотая рыбка. Номер 8. Где этот павильон располагается? Здесь. Оно располагается чуть-чуть напротив центральной городской ярмарки. Здесь есть место такой ярмарки. Здесь есть и мясо, есть изумительная рыбка.